добрый вечер дорогие друзья начинаем продолжаем нашу серию вебинаров будем рассматривать интересные различные стратегии вижу что начинаете общаться между собой в чатах уже это приятно приятно когда трейдеры обмениваются своим опытом скажите пожалуйста как меня слышно и видно поставьте плюсики все ли качественно звучит качественно выглядит отлично в общем сегодня у нас тема начать вебинар по как обычно по стратегиям я рассматриваю различные стратегии которые я сам протестировал либо протестировали мои друзья коллеги потому что большой круг общения с трейдерами с разных стран и хотелось бы до вас доносить что именно те стратегии именно полезные стратегии которые принесут вам результат конечно помните что в первую очередь зависит трейдинг в первую очередь это торговля самого вас самим собой то есть это борьба с эмоциями различными да и в первую очередь всегда идите системно никогда не нарушайте тех правил которые вы для себя установили сейчас я включу демонстрацию экрана и покажу вам стратегию с которой вообще я начал продавать и получать первую прибыль еще в 2008 году она действительно очень интересно и простая дороговать по ней нужно только на валютную паре евро доллар вот давайте посмотрим да сейчас мы будем вместе с вами собирать у кого включен терминал сразу можете в терминале это делать чтобы потом сохранить шаблон для себя кто может просто запишите запомнить и принципе здесь мы будем использовать всего три индикатора то есть первый индикатор наш это скользящие средние 144 смотрите период 44 сдвиг 3 метод simple применительно close я столь и остальные зеленый зеленый как сигнал светофора можно ехать то есть ставать сделку так запомнили да скользящие средние 144 сдвиг 3 метод простой применительно закрыть сейчас нажимаем окей второй индикатор тоже была скользящая средняя период у него значит будет 55 сдвига нет 0 метод так далее применительно также голос цвет я выбираю красный то есть будет показывать нам где нам закрывать да и еще один индикатор сейчас мы найдем ботом комедий членов индекс CCI его по-другому еще называют период выбираем так же как наша первая скользящая средняя 144 здесь в принципе цвет оставлю зеленый уровни у вас наверно стоит минус 100 и 100 добавить нужно 0 либо если нет вообще уровня надо запишите для себя либо сразу видите 0 100 и минус 100 выражение на всех окей нажимаем всем-всем видно да отлично молчание значит видно смотрите значит стратегия в принципе очень простая в неделю может быть одна сделка может быть две сделки торговать только на евро-долларе и только на часовом тайм-прэйме сигналом для входа в сделку у нас являются пересечения зеленые скользящие средние 144 период сигналом закрытию сделки является пересечение красных скользящий средний ну так же здесь мы с вами рассмотрим различные подходы к этой торговле по этой стратегии чтобы максимально мы могли извлекать для этой стратегии прибыль также данная стратегия она очень хорошо подойдет для тех кто весьма занят своими основными делами для кого трейдинг это хобби да но лично для меня данная стратегия дала возможность уже по-другому посмотреть на все действительно очень мало времени занимается очень просто 2008 году она работала и работает я думаю сейчас потому что я протестировал посмотрела действительно результат давайте сначала рассмотрим с точки зрения как мы не идем когда-то объяснил один кандидат наук математик и потом я вам расскажу как я его для себя пересмотрел немножко по-другому да учитывая еще разные моменты которые применяю и соответственно как можно по ним вот смотрите то есть основным здесь индикатором по сути идет не скользящая средняя а я данная целя пересечении нулевой точки и пересечения скользящей средней вот это есть у нас сигнал для входа по сути сколько лет назад девять получается 8 лет назад после закрытия закрытия свечей часовой и пересечения следующий средний периодом 144 мы входим в направлении туда куда идет рынок в принципе да то есть данная ситуация мы видим что сигнал был 10 числа среду вот здесь мы вошли в позицию смысл стратегии он на самом деле мы знаем прекрасно что рынки у нас меняются и 8 лет назад намного легче было торговать намного все это было проще но ввиду того что трейдеров становится больше в нашем мире все хотят зарабатывать данным способом рынки меняются и нужно подстраивать свой подход а смысл торговли на 8 лет назад было очень просто при пересечении скользящей средней и нулевой точке CCI в периодом также 144 вы входите в направлении движения цены со стопом 40 50 пунктов да сейчас мы здесь видим что если бы мы зашли в среду со стопом 40 пунктов максимум у нас выходило до 50 потом откат в принципе здесь мы должны были бы закрыты видите всего лишь с профитом 10 пунктов вот но давайте посмотрим что было вообще по истории до этого прокрутим немножко назад другие этот ход я лично использовал причем я всегда смотрю и оцениваю по всем стратегиям да то есть я в первую очередь смотрю на то что вот было пробитие скользящей средней потом пошел откат здесь не оставил отложник на продажу со стопом 40 пунктов я зашел в позицию где вам не буду сейчас показывать именно счеты там сделки закрыты здесь позиция здесь со стопом 40 пунктов смотрите вот здесь вот стоп 1.75 точнее даже собрать сделка провисела сначала вышла в плюс потом пошел откат я значит на локальном минимуме за локальным минимумом еще поставил один отложник на продажу вот и соответственно мы здесь видим что день сутки в принципе мы провисели в минусе в просадке да и потом на новости цена пошла в нашу сторону как неудивительно и здесь мы вот могли взять профит буквально если по максимуму смотреть да пунктов 70-80 если именно идти по индикатору который нам показывает что нужно закрывать сделку это скользящая средняя в периодом 55 мы здесь взяли 38 пунктов да то есть мы видим что у нас здесь была сделка если смотреть по именно по классическому по классическому логике данной стратегии здесь мы взяли 8 пунктов здесь мы взяли сейчас я вам покажу 38 пунктов да вот сегодня у нас 15 а у нас задаватель 15 10 15 июля пролистаем посмотрим что у нас было да это сделка тоже очень хорошо помню 27 июля смотрите все как было интересно да здесь можно применять различные методы также я вижу что периодически присутствуют одни и те же значит есть желание изучить как следует направление трейдинга да и помните что вот здесь вот здесь у меня была первая волна если у нас волновой анализ как все это четко проходило давайте я волну не буду исправить вот она первая волна была я не заходил именно по волнам здесь просто новостной фонд дал понять что пойдет движение цены наверх но самым хорошим сигналом является по данной стратегии именно пересечения сразу скользящих сведений если они собираются в кучу мы видим что цена на осцилляторе сисяй подходит к нулевой точке то скорее всего это очень хороший сигнал будет да и вот здесь мы видим что именно на часовом таймфрейме меньше даже смотреть не нужно эту стратегию она довольно таки весьма простая результативная я вам говорю вот здесь мы заходим в сделку сейчас закрылась да это 9 вечера но по данной стратегии нужно отслеживать практически можно сказать не то что круглосуточно но стараться не пропускать входов потому что их мало действительно мало вот сейчас закрылась мы видим что 40 пунктов в принципе я вам показал к чему эту сетку Fibonacci натянул чтобы увидеть что я вот определил первую волну был откат даже потом был импульс на котором ползубивал вот эти короткие статуи здесь но кто-то будет по волновому анализу как я говорил их не выбило и они пошли взяли хорошую прибыль но сегодня не об этом сегодня мы говорим о том что вот здесь на закрытии этой свечи мы со стопом 40 пунктов заходим себе спокойно смотрите в следующий день у нас заходило 100 пунктов потом откат 60 потом 180 пунктов вот 200 было и уже по индикатору если закрываться 170 пунктов у нас был бы прибыль вспоминаем там 8 пунктов что-то около 40 и 170 порядка уже 215 пунктов да это очень красивый идеальный вход видите там я даже не смотрел и не просматривал историю перед тем как вам ее показывают я совместно ее с вами уже смотрю сейчас вот и смотрите 15 июля да вот месяц в принципе у нас получилось всего 4 сделки по данной стратегии вот еще одна сделка которая была на истории мы ее рассматривали вот закрылась свеча 5 вечера стопа на 40 пунктов вот здесь видим что на следующий день у нас плюс 30 в ноль вышло и вот пожалуйста да пошло 80 ну здесь можно долго держать у кого на сколько нервов хватит вот мои ориентиры естественно по этой стратегии были такие когда я начинал только торговать в 2008 году я старался в 100 пунктов если у меня есть закрыть либо закрывал половину половину ставил без убыток либо плюс 50 пунктов но это нормальный правильный подход я считаю да но самым лучшим подходом по моему будет вот мы видим здесь у нас 4 сделки и кстати эта сделка к примеру да у нас день 2 ну вот здесь бы наверное мы бы ее закрыли да это промежутки пусть будет 50 пунктов допустим так да не будем брать по максимуму когда нам там рассказывать что вот цена прошла столько но не факт что кто-то берет прямо от края до края да я таких еще не видел не встречал пусть будет 50 пунктов да ну в общем у нас за месяц получилось порядка 260 пунктов данная стратегия она именно рассматривала для хороших нормальных депозитов для комфортных депозитов для тех именно трейдеров которые только начинают но которые серьезно подходят к делу 4 сделки в месяц в неделю в принципе одна сделка да пошли взяли причем видите что практически они все здесь работали в плюс то есть не было минусом точку вот раз здесь даже можно было бы и больше взять да мы просто смотрим с вами по красным по закрытию по красным входящим среди ну пусть как по каждому индикатор так и пока рассматриваем данную позицию то есть 260 пунктов одним лотом пожалуйста 2600 долларов отличный результат 4 сделки как я для себя я нашел именно подходящий вариант использовать данную стратегию данную стратегию я многим рассказывал но почему-то она именно подходит для терпеливых людей да которые вот могут все таки идти системно они у которых чешутся руки которые садятся за компьютер и думают куда же мне войти и что же мне сейчас делать если вы хотите пользоваться этой стратегии то есть желательно с услугой слов крыша не начислялись вам слабые потому что сделка держится как вы посмотрели здесь 2-3-4 дня может быть даже неделю вот каким оптимальный вариант для торговли по данному по данной стратегии если вы хотите использовать два входа в сделку то я рекомендую брать стоп не 40 пунктов а 50 это раз потому что бывает вы посмотрите на историю и бывают случаи когда он 50 пунктов выбивает а вот 60 40 пунктов убивает там 43-44 а 50 не доходит но это все методом подбора подходит подбирается сами принимайте вот 50 пунктов стоп-лосс первую сделку мы закрываем на уровне 50 пунктов да вот смотрите здесь было 41 вот 50 первую сделку мы закрываем по 3 профиту и вторую ставим без убыток ну и у кого на сколько нервов хватит да либо закрываем 100 пунктов либо 150 я бы закрывал 150 чтобы соотношение если мы 2 сделки у нас 150 пунктов в минусе да так то в общем будет соотношение риска доходности 1 лун 9 если мы закрываем вторую сделку с POM stage 100 пунктов будет 1-1,5 но это все зависит реально от ваших терпимости и усидчивости в этом вопросе вот смотрим другая вторая наша идет когда месяц получается даже посадки никакой не было сразу ночью пошла расти вот мы видим что 50 100 откат даже вот здесь есть такой у нас да видите на 100 пунктах мы бы закрыли первым закрыли на 50 на втором надо закрылась на 100 здесь было явно понятно что я рекомендую использовать как я делал делать таким образом три входа либо вы заранее предполагаете что в трех точках будете фиксировать прибыль да то есть первая очередь мы берем 50 пунктов закрываем давайте вот на этом моменте то есть 50 и 100 для меня всегда здесь по этой стратегии были главными ориентированными вот 50 пунктов мы закрываем первую сделку которая составляет у нас от 10 до 30 процентов от сделки самой да то есть раньше мы как когда тоже начинал продавать и не разбивал несколько точку входа на несколько сделок я просто заходил лотом либо двумя лотами и все и сидел ждал видел что пойдет откат я часть депозита часть сделки закрывал да ну давайте таки будем говорить по делкам 50 пунктов я закрываю первую сделку две остальные я ставлю в безубыток либо то есть у меня три сделки на вход первую закрываю 50 пунктов можно стоп лосс тогда подтянуть минус 25 на обоих чтобы если пойдет против вас но вы остаете оставляете запас для отката чтобы вы вышли по нулям либо либо то поставим без убитых вторую сделку мы закрываем плюс 100 пунктов он здесь и там было бы закрыто и третью мы ставим в этот момент плюс 50 пунктов в стоп лосс и уже закрываемся по нашей сигнальной скользящей среде я думаю это самый простой лучший вариант для вашего убеждения то что стратегия работает давайте я вот просто буду мотать без остановки да и вот где-нибудь вот это просто видел пересечение опять эти эти моменты когда идет именно пробитие ценой двух сразу сходящих средних они очень хороший сигнал дают упорте ведь как я говорил вот марте вообще как я говорил во первых по осциллятору видно что возле нулевой точки бьется да здесь кстати по осциллятору очень хорошо смотреть такие моменты как вот эти вот развороты мне сейчас мы с вами тоже рассмотрим вот было пересечения здесь я вошел смотрите как я говорю да вот сорок пять пунктов был откат поэтому к методам просмотра истории приходишь пришло к тому что она будет брать 50 пунктов по сути вот но в данной ситуации на ночь да на ночь лучше конечно не вставать лучше дождаться отката здесь поставить просто от сложных на пробить бой стоп и все допустим мы здесь вот и по классике жанра вошли вот со стопом 50 пунктов вот пожалуйста 50 пунктов вот 100 ну здесь можно было закрыться 140 пунктов да давайте еще вот прям для остановки формата бывают и такие ситуации это не исключение ну тут январь это понятно начало января здесь даже можно все равно вот с учетом того что вы берете по 40 по 50 пунктов первую вашу цель данная стратегия все равно будет все нормально и интересно отрабатывать но почему вот ведь я пришел к тому моменту что нужно после пробития скользящей силы нужно дождаться какого-то отката да и уже поставить на пробой отложники потому что такие вот ситуации бывают вот они будут и никуда же от них не денетесь никогда да то есть вроде CCI тоже возле нуля стоит стоит с чего бы это все началось мы видим что началось все это вот смотрите вот кусочек отрывка перед новым годом вот здесь у нас пробитие у нас пожалуйста вот мы дошли 60 60 пунктов прошла цена я в данной данной ситуации всегда ставлю лучше без убыток по мне лишний минус вообще не нужно статистике да вот и получаем что здесь две остальные сделки закрывались до по нуля вот опять и опять таки почему надо дождаться отката стоит дождаться отката да потому что цена может консидовать лодка вот смотрите внимание и вот именно осциллятор он такой вот дугу разворот рисует вот по нему очень хорошо это видно все логически все понятно да если пересекает ноль то пересекает скользящую среднюю период у них одинаковый но это важный момент чтобы здесь ориентация идет уже не по графику а по самим показателям индикатора то есть здесь мы взяли 50 пунктов здесь бы если по классике надо было бы заходить но у нас бы закрылось по стопу а по моим доработкам надо было после отката на проборе сдать да мы здесь не встали идем дальше вот смотрите здесь сделка вообще провисела три дня только потом пошла в нужную сторону вот здесь пробитие было отметим две сразу точки по закрытию свечи и по постановке отложника по подложник конечно да я бы здесь поставил бы открылась но допустим вы дождались следующего дня вот видите если вы зашли здесь вот ваши 40 50 пунктов три дня цена стояла стояла не прошла а у вас еще и новый год и потом пошла вот здесь 50 пунктов было откат нулевую точку опять все таки пошли 100 200 вот закрылись 130 работает работает не надо просто сомневаться никогда никаких стратегий выбрали одну стратегию идите по ней не отклоняйтесь она дала вам ложный и непрофитный сигнал ничего там страшного нет если вы соблюдаете правила менеджмента все у вас в личном любом случае посмотрите очередной момент да здесь свеча у нас не закрылась выше сходящий средний значит только не входим вот здесь закрылась выше зашли и вот видите да 100 под 5 42 пунктов как будто вот рынок он подстраивает именно под себя свои движения и поэтому вот 50 50 50 60 пунктов опять проходит ставим без убыток 2 2 остальные выбивать по нулю здесь закрывается не ниже скользящий средний значит просто ждем ждем данной ситуации мы бы зашли на продажу вот 53 пункта ну здесь бы выдало нас 0 если вы понимаете что что-то происходит не так да лучше переждать и подождать и дойти чуть чуть попозже не надо сразу допустим если у вас выбило в ноль то опять заходить в другую уже хотим положенную сторону лучше переждать подождать откаты и потом уже используя ваше знание которое он давал до этого может быть даже то же самое волновой анализ вы сможете быть уверен в себе да то есть я бы здесь по как бы опять подождал продажи опять бы получил минус опять бы ждал вот такие моменты да поэтому рекомендую если вы сомневаетесь и не знаете да что же делать вставать после отката и и либо по закрытию свечи а вы разбейте свою сделку одно закрой откройте сразу по по закрытию свечи да другую оставьте после отката на пробитие минимум либо максимум зато получите не минус один процент депозит в 1 0 5 тем самым разница у вас будет вот что касаемо индикатора си 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 ай короче но индекс здесь очень интересный момент смотреть во первых разворот да если подходит к нулевой точке но рисуется такая вот пол полукруг в принципе да разворот полина заходить это сигнал потому что будет движение обратно вот именно 5 почему эти уровни используют 100 0 и минус 100 потому что именно хорошо от них можно ориентироваться и понимать что же вам правильно все таки делать не по цене на графике а именно показательный индикатор здесь вот я бы увидел что цена разворачивается да можно было бы стать покупку иногда если когда вы уже обретете некоторый опыт по торговле на данной стратегии у вас появится желание понимаете да что вот при пересечении вот здесь был сигнал на покупку держали держали дали максимальную прибыль за две недели у вас появится желание вставать заранее да не дожидаться от этого пересечения стосов четвертый скользящий вы будете вставать уже на пересечении десятка таких ситуациях да вы возьмете чуть чуть больше буквально там на пунктах 50 допустим да 50 60 но это уже на ваше усмотрение в принципе используя две скользящие средние и один до форекс индикатор можно хорошо торговать торговать в плюс просто не надо открывать тогда не других других сделок вот и все если вы торгуете по этой стратегии либо открываете дополнительный счет либо не нарушайте те правила которые я вам рассказал читаем ваш вопрос марина прослушала колящее средние 55 экспоненциальная простая двиг 0 применительно к закрытию close если ожидаются важные новости то нужно закрывать текущие сделки или торгуем дальше но это обычный принципе вопрос и здесь все понятно да и все зависит от той ситуации который вы находитесь находитесь ли вы сделки либо находитесь вы в ожидании сделки скажем так да любом случае стратегия подразумевает под собой отходить в позицию после закрытия часовой свечи соответственно новость не новость да понятно дело что профессионалы уже опытные скажем так трейдеры не профессионалы а опытные трейдеры приходят потому что на новостях лучше не торговать а переждать и посмотреть понаблюдать да но я бы сделал допустим так если у меня сделка уже стоит в плюсе то либо есть часть дела в плюсе в первую очередь я поставил без убыток по новости самое главное если у меня еще нет сделок я бы дождался закрытия час новости у нас такие сильные движения да у нас по евро доллару в основном это до 12 часов утра дня заранее просматриваем экономический календарь либо одна американской сессии 3 30 4 35 я думаю тут все понятно дату главное правильный подход если будут новости вы ожидаете новую себя к примеру смотрите вот ситуация что в июле вот здесь вы вошли в позицию вот помогут и свечи вот вот мы стоим здесь во первых 50 пунктов вас было первая цель была достигнута но ввиду того что это было действительно на новости либо скорее всего здесь я вижу что это было на ожидании новости да 8 июля нет это была пятница но он фарм действуйте всегда по стратегии да если у вас стоит уже открытая сделка как сейчас и вы заложили в риски комфортную для себя сумму чему мы вас все в принципе и учим да то есть если идти по одной стратегии статично не нарушая ее если вам хочется нарушить а то есть дополнительные счеты там играетесь вы пришли зарабатывать да и вам хотелось бы нам в первую очередь хотелось бы чтобы у вас в истории вы видели больше зеленых сделок чем красных закрытых по той профи вот в данной ситуации если у вас уже открыта сделка я бы честно сделал как бы я разбил в любом случае надо перестраховаться да я бы поставил трейлинг стоп во первых на две предыдущие сделки 150 а первый бы также бы оставил трейпрофит 50 пунктов я думаю так бы я сделал в принципе я так и делаю на первую цель я всегда стопло составляю на открытые другие сделки я могу трейлинг стоп и меньше поставить не обязательно 50 пунктов могу и 20-30 поставить ввиду ожидания новостей ну вообще конечно же для более убедительности для самого себя лучше понимать вообще что происходит на старшем таймфрейме да какие возможны вероятности движения какие показатели были по предыдущей новости как и ожидается сейчас на этом принципе тоже можно понять куда пойдет цена и что вы будете делать вы должны быть изначально готовы к любому развороту событий да пусть она будет в вашу сторону или будет против вас вы должны понимать и рассчитать заранее сколько вы потеряете и сколько вы можете заработать когда вы ко всему готовы у вас проблем не будет не надо на новостях с психуздору вставать на какие-то сделки обычно на этом то и происходят основные ошибки да но лучше переждать еще какие вопросы у вас есть среду будет фрс стоит открывать во вторник или среду если торгуем после фрс то есть четверг а значит допустим среду будет фрс хорошо среду обычно минутки стоит открывать во вторник или среду или торгуем после фрс то есть четверг а значит доверка не торгуем олег не надо опираться вот данная стратегия на какая фундаментальная нет она техническая не надо отталкиваться от того понедельник вторник среда либо четверг это многие не торгуют в пятницу хотя бывают очень хорошие движения на которых можно брать прибыль да это дело лично каждого есть стратегия есть правило стратегии идите по ней фундаментальные факторы обычно совпадают с техническим анализом если вы не заметили а нет таких строгих критериев вторник либо среду или четверг я очень много встречал трейдеров которые говорят я вообще на новости не смотрю и не знаю что там будет не важно что там будет у меня есть свой анализ в основном технический я лично считаю я лично придерживаюсь больше технического анализа но и учитываю фундаментальный первую очередь нельзя здесь сказать там конкретно что же сделать в понедельник в среду обычно варианты такие на ожиданиях движения рынка потом на новости разворот либо продолжение либо ожидания оказались верными продолжение ту же сторону либо на новости ничего не происходит потому что рынку же сходил на ожидание вот и все за день за день два до фрс олег наверно за день 2 до фрс как раз на ожиданиях и будет идти движение какие-то рынки да как-то думает за день 2 до фрс как раз если индикатор показывает если индикатор показывает вам точку фото и стратегии войдите почему нет она же показывает лишь нельзя придумали создали они торговали а как раз процент день 2 пройдет и может быть вы уже будете в плюсе и оставить без убыток на фрс пойдет в вашу сторону возьмете еще большую привык либо переведете без убыток и ничего вы потеряете тут нельзя точно сказать олег мы же не мы же не шахматы играем с вами друзья еще есть какие-либо вопросы у вас все ли вам понятно стратегия очень простая и действительно я не пользую нам очень понравилось и применить применяя именно эту стратегию я понял что на рынке можно зарабатывать и причем совершенно без знаний этих либо просто вовремя не объяснили и опытный человек объяснил который на эту стратегию тоже заработал много всем тоже большое спасибо рад был вас всех видеть отличные вам торговые недели на связи будут вопросы обращайтесь мы всегда готовы вам помочь также увеличивайте свою прибыль и радуйте себя и своих близких всем удачи до свидания